Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком красивейшем растении как гербера. Многие знакомы с герберой по букетам, потому что это срезочные растения и вот эти вот прекрасные соцветия можно увидеть в цветочных магазинах, из них делают прекрасные букеты. Но и дома в горшке довольно-таки несложно вырастить это растение. Семена герберы часто можно увидеть в цветочных магазинах. Но есть одно но. Растение многолетнее, а при нашей зиме оно не перезимует ни при каких условиях, ни с укрытием, ни без укрытия. То есть это растение можно на лето в горшке высаживать в сад, выставлять, а на зиму обязательно убирать домой, потому что первые же заморозки убьет листву вот этого растения. Растение гербера продается в цветочных магазинах в горшках и продается уже в цветущем виде вот такие пышные. Очень часто, принеся домой герберу, через какое-то время мы начинаем наблюдать, что растение теряет свой внешний вид и перестает свистеть и листья становятся какие-то некрасивые. В чем причина? Причина в том, что гербера требовательна к уходу растения. Во-первых, чтобы гербера цвела, нужно обязательно очень яркое освещение. Гербера – это растение южного окна. Тем более зимой, даже на южном окне, чтобы гербера хорошо цвела, ей нужно сделать дополнительное освещение. Еще одно требование – это питательность земли. Гербера очень требовательна к питательной земле, гербер. И когда вы принесли ее из магазина, лучше всего, даже несмотря на то, что она цветет, перевалкой пересадить в чуть-чуть больший горшок и землю взять для роз и гербер. Потому что более питательного грунта, чем грунт для роз, ну, наверное, в продаже вы не найдете. И через две недели, когда растение укоренится, начинать сразу же подкормки. И подкармливаем растение, удобрениями для роз, удобрения, где больше всего питательных веществ. Гербера имеет нежные листья, которые любят насекомые, вредители на наших подоконниках. Поэтому постоянно осматриваем растения. И можно даже делать профилактические опрыскивания таким препаратом, например, как фитовер. Можно обойтись и без этих опрыскиваний. Сразу же в горшок помещаем препарат «Доктор 8 стрел». Он защитит растения от большинства комнатных вредителей. А для того, чтобы обеспечить подкормку и защитить растения от комнатных вредителей, можно использовать вот такие палочки удобрительные, которые содержат в себе и препараты от насекомых. В зависимости от величины горшка, вот здесь есть схема, как размещать и количество. Размещаем необходимое количество вот этих палочек, и два месяца ваше растение получает питание, и два месяца ваше растение не повреждается вредителями. И еще одно условие успешного выращивания герберы – это полив. Гербера – очень такая известная водохлебка. Малейшее перезыхание субстрата приводит к увяданию листьев, и они опадают. На лето герберы можно выставить на открытый участок, обязательно солнечный, но не забывайте, чтобы растение было постоянно влажным. Если у вас не будет возможности каждый день поливать растение, то лучше его на открытый воздух не выставлять. Вот такие наши советы помогут вам вырастить вот эти прекрасные цветы, которые долго цветут. И если растение получает достаточное количество света, достаточное количество питания, оно у вас будет свести практически круглый год.